Привет! Давайте рассмотрим пылесос Т-10-1. Пылесос гостиничного типа для сухой уборки. 10-1 означает, что он 10 кг мусора может в себя собрать и при этом работать. Посмотрите, какой у него мешок. Плисовый мешок, в который влазит 10 кг, причем плисовые мешки, заполняются на 95%. Уборщицы, которые работают этими пылесосами, они эти мешки выбрасывают, потому что им надоело. Им тяжело, и они ставят ногу. А не из-за того, что пылесос стал плохо всасывать. Только у очень ротшительных хозяев гостиниц уборщицы дорабатывают этот мешок в доброе дело. Что представляет из себя пылесос? Голова с фильтром защиты турбины. Защита турбины из хорошего плисового материала, нетканого. Баб. То есть, если вы не поставили этот мешок, вы можете собирать в бак. Защита выдаши. Но опять же, все дело в расходных материалах. Лучше менять вот эти мешки, чем носиться с внутренним баком. Но если вдруг что-то случилось, и вы не смогли вовремя купить мешки, и у вас не оказалось, пылесосить вы можете и так, без отрыва от производства, то есть у вас никогда не будет грязно. Пылесос, в принципе, можно взять и домой. Не вопрос, можете взять, но стоит понимать, что у этого пылесоса одна насадка. С переключением щетки для пола или для ковра, металлическая поверхность износоустойчива. Да, вообще сам пылесос износоустойчивый. Пластик толстый, классный, его поломать очень сложно. То есть его надо уронить, наверное, этажа третьего, чтобы он сломался окончательно. Что сделано хорошего? Сделана вот такая вот намотка шнура. То есть он нигде не валяется. Он намотался, и у него есть петелька, которая для того, чтобы застегнуть. Кнопка. Большая кнопка. Вы можете нажимать даже на бой, можете даже кулаком. Слышите, как это все работает. Пылесос действительно малошумный. Т-серия это самые тихие пылесосы в линейке Керкера. И я думаю, самые тихие пылесосы, если сравнивать с линейками многих конкурентов. Что мы можем сделать? Давайте мы включим шланг. Шланг, кстати, включается очень просто. Просто воткнули, все, он держится. Потом нажмете кнопку и уберете. Для того, чтобы что-то прочистить или посмотреть, все очень просто, все видео. Знаете, что я забыл? Я забыл поставить защиту турбины. В принципе, ничего страшного не случилось. Он бы и так заработал, но с защитой турбины и шлангом он работает еще тише. Что у нас хорошего есть в этом пылесосе, кроме всего прочего? Это его мощность. Как бы все всасывает. Ну, смотрите. Вот таким вот образом. Надо хорошенько потрясти рукой, сделать какие-то там скукоживания, чтобы шланг отпал. А если мы возьмем килограммовую химию, я вот, если честно, сам не знаю. На самом деле, что будет? Пылесос-то простой, как лом. Ну, чуть-чуть сложнее, чем лом, но сломать его, наверное, точно так же сложно, как лом. Вот, получилось. Я не уверен, что это показательно. Вот эта бутылка на то, что всасывает пылесос классно или не классно. Но какого-то сухого мусора показать вам, как он всасывает, у меня нет. Да, в принципе, если бы был. Неужели вам действительно хочется посмотреть на мусор в баке пылесоса, что можно вам показать, чего вы еще не видели и вряд ли где увидите? Ну, я тоже, в принципе, не видел, так что давайте экспериментировать. Может ли пылесос сухой уборки D10-1 собрать в воду? Пробуем. Что мы делаем? Значит, берем пылесос, снимаем защиту турбины. Она нам не нужна. Бак совершенно чистый. Никаких фокусов. Закрываем. Водички возьмем немножко, литра три, ну, может, четыре. Вот так налито. Наверное, стоит глянуть поближе, чтобы все было видно, как он всасывает и что вообще происходит. Итак, страшно, блин. Собрал. Но, в чем сложность? Почему этот пылесос не предназначен для влажной уборки? У него вот тут нет поплотка. То есть сейчас у него есть фильтр, который благополучно практически пропустил через себя воду. Еще чуть-чуть бы, и он бы ее пропустил. Дальше вода попадет в турбину, и пылесос сгорит. Поэтому чуть-чуть воды он может собрать. Без мешка, без защиты турбины. Просто вот чуть-чуть собрать воды. Где-то там разлилось, там литр, два литра, он это соберет. Но не более. Это не пылесос для влажной уборки. Хотя, в принципе, сами будете, набрал, собрал, и все нормально. Все. На этом все. Пока подписывайтесь, ждите новых видео. Мы еще будем экспериментировать.